Вопрос к учителям. Как вы понимаете, что ваши ученики влюблены в вас? Что было самое странное в их поведении? Я молодой учитель средних классов. Многие ученицы влюблены в меня. У них теперь новая причуда рассказывать друг другу секреты, а потом сливать их остальным. С каких пор стукачи стали популярны. В любом случае, мне всегда докладывают, кто влюблен в меня. И довольно часто некоторые девушки специально забывают свои вещи после урока, чтобы потом вернуться за ними. Они приводят с собой своих подруг, и когда уходят, я всегда слышу такие комментарии, типа «Как бы я хотела, чтобы мой парень был похож на нашего учителя?» Мои три худших инцидента. Первый. Девушка подсела ко мне за обедом и сказала «Вы мне нравитесь». Прекрасно зная, что она имела в виду, я попытался обыграть ситуацию и сказал как можно более непринужденно. «Ты мне тоже нравишься? Ты замечательная ученица». А она «Нет, я имею в виду, вы мне действительно нравитесь». Я не мог поверить в такое упорство. Второй. Другая ученица попросила меня сфотографироваться с ней ближе к концу учебного года. Я был не против, и в последний учебный день она распечатала фото и дала его мне. На обороте фото был написан на ее инстаграм и сообщение о том, какой я симпатичный. Третий. Девушка нашла мой фейсбук и сохранила мою фотографию в качестве фона на свой телефон. Я удалил свой фейсбук сразу после этого. Если бы я только мог получить такое внимание от девушек моего возраста. Десятилетний мальчик был отстранен от занятий за то, что фотографировал мою задницу, когда я помогала ученику стоя перед соседней партой. Об этом мне рассказал другой мальчик, который показал мне фото и сказал, что он недоволен тем, что меня не уважают. Это было приятно. Моя сестра учительница, и она отклонила десятки предложений руки и сердца от шестилетних учеников. Это точно. Настоящим откровением было осознание того, что даже очень маленькие дети могут слишком привязываться. Была одна десятилетняя девочка, которая вела себя дружелюбно по отношению ко мне, пока ее младшая сестра громко не объявила перед всем классом. Моя сестра любит тебя, после чего ее старшая сестра сильно засмущалась и больше никогда не подходила ко мне. Иногда мои ученицы спрашивают меня, есть ли у меня девушка, а одна из них как-то назвала меня милой. Это особенно неприятно, потому что они всего лишь восьмиклассницы. Наконец-то! Вопрос, на который я могу ответить. Сейчас на меня не очень-то приятно смотреть, но в середине девяностых я был очень привлекательным. Я работал в католической средней школе, когда у меня была шикарная прическа и лучшая физическая форма за всю жизнь. Теперь нет ни того, ни другого. В мой первый рабочий день группа хихикающих девочек-подростков сбилась в кучу, перешептываясь и глядя на меня. Одна из них набралась смелости подойти ко мне и сказать, «Здравствуйте, сэр. Можно один вопрос, пожалуйста? Просто... Просто...» Она покраснела. «Вы женаты?» Да, кучка 16-летних девушек надеялась, что я был холост. Не знаю, что бы они стали делать, если бы я действительно был холост, но факт того, что у меня есть жена, их очень огорчил. Однажды я шел по длинному коридору в школе и услышал, как позади меня шепчутся девочки. Я не понимал, что они обсуждали меня, пока не услышал, как одна сказала, «Посмотри на его задницу». Я остановился, не оборачиваясь, и они разразились громким смущенным смехом, а потом разбежались, как тараканы, когда включается свет. Сейчас я лысеющий старикан с лишним весом, но когда-то я пользовался большой популярностью. Я студентка, учусь на преподавателя и прохожу практику в школе. Мне дали восьмой класс на моей первой рабочей неделе, что, конечно, не делает меня привлекательной, но делает более подходящей по возрасту для моих учеников. Я работаю с детьми с особыми потребностями, и один мальчик, который уже достиг половой зрелости, подошел ко мне и нежно поцеловал мое предплечье, а затем издал счастливый вопль. Что-то похожее на... ЗША! Это привело к новому правилу «Мы не целуем учителей». Это было довольно мило, хотя он вообще не самый мой любвеобильный ученик. Я преподаю в седьмом классе. У меня был мальчик, вернувшийся с книжной ярмарки со свежеприобретенным набором надувных шаров. Он гордо протянул их мне и спросил, не хочу ли я потрогать его яйца. В другой раз у меня был мальчик из седьмого класса, который встал на одно колено и пригласил меня на танец в День всех влюбленных, вручая мне валентинку. Кстати, он написал признание в любви на батончике на стле. Я бы не сказал, что я привлекателен, но когда я преподавал в колледже, многие девушки флиртовали со мной, чтобы получить более высокие оценки. Незадолго до итогового экзамена они приходили на занятия в крошечных шортах, оголяющих задницу и топах с глубокими вырезами. Когда я подменял одного из своих приятелей в средних классах школы, одна из девушек сидела за первой партой, буквально пожирая меня взглядом и соблазняя меня весь урок. Мой друг-учитель, он преподает математику для детей с особенностями развития. Однажды после занятий он нашел записку, оставленную на полу. Она была написана девочкой из восьмого класса, которую он учил, и гласила, «Мой учитель математики такой няшка, и у него большая задница, двойной бонус». Наверное, она любит большие задницы и не умеет врать. 12-летняя девочка сказала другой 12-летней девочке, что она хотела бы отрезать мой член и носить его как ожерелье. Когда я учился в средней школе, я знал парня, который был не очень привлекательным, но считал себя альфа-самцом. К нам в школу пришло много новых молодых учительниц, 24-26 лет, к которым он приставал практически ко всем. Конечно, ему все категорически отказали, но он не принимал «нет» за ответ и продолжил сексуальное домогательство. Насколько я помню, одну училку он схватил за задницу, а вторую прижал к стенке и пытался потереться об нее своими причиндалами. Две истории. Первая. Один из моих друзей, который немного странноватый, всегда говорил «Я люблю тебя одной из учительниц», как правило, пару раз в неделю. Сначала она реагировала на это словами типа «Что? Почему?» и пресекала его. Потом она стала реагировать на это не так остро, и в последний учебный день сказала в ответ, что тоже любит его, и он очень обрадовался. Вторая. Студент, 18 лет, и его преподавательница, 22 года, встретились в колледже, начали встречаться, а затем поженились. А кто же бывает? Я бывший учитель английского. Когда я был студентом-аспирантом, я ездил на работу с моим другом, тоже аспирантом, который преподавал испанский язык. Мы оба получили высшее образование и преподавали некоторое время, прежде чем мы оба оставили профессию по разным причинам. Но я помню, как дети обсуждали его. Не поймите меня неправильно, он был красивым парнем. Нам дали седьмой класс, и мы отправились знакомиться с учениками вместе с заучим школы. Мы втроем зашли в кабинет, и я сказал, Я мистер такой-то, учитель английского, а это ваш новый учитель испанского. Мы студенты-аспиранты, и мы будем обучать вас в течение следующих нескольких месяцев. Мне нравятся видеоигры, книги, фильмы и кулинария. Мой приятель сказал кое-что о себе. У вас, ребята, есть к нам вопросы? Зауч стоял у нас за спинами и наблюдал. Все мальчики подняли руки, чтобы спросить, какая моя любимая видеоигра. Все девушки подняли руки, чтобы спросить моего друга. Первое, есть ли у него девушка. Второе, сколько отжиманий он может сделать. Третье, может ли он отрастить бороду, чтобы выглядеть еще красивее. В этот момент в разговор вмешался Зауч. В тот день после уроков мы с моим приятелем решили выпить пиво и долго смеялись, обсуждая эту ситуацию. Я учительница французского. Чтобы заинтересовать многих подростков и привить им тягу к знаниям, требуются небольшие поощрения. Улыбнуться, похвалить и быть дружелюбной. Однажды меня пригласили на выпускной, и мальчики сказали другим учителям, что они считают меня горячей штучкой. А родители обвинительно сказали мне, что теперь они понимают, почему их сын любит французский. Мне все равно на их мнение. Для меня важно, что мои методы работают, и 12 16-летних мальчиков с бушующими гормонами из моего класса стали лучше учиться. Они часто остаются после уроков и берут дополнительные домашние задания. Я тоже использую этот прием для блага своих учеников. Хочешь потусоваться со мной? Конечно, давайте пойдем в библиотеку во время обеда, чтобы поработать над вашим заданием. Ты хочешь знать, что меня действительно в тебе привлекает? Хорошая дисциплина и хорошие оценки. Пусть они усердно работают над заданием и сдают его вовремя. Моя сестра привлекательная и очень милая 24-летняя учительница 7-го класса, так что с ней случалось много необычного. В прошлом семестре она начала замечать, что ее личные вещи стали пропадать из ее ящика. Например, спортивный бюстгальтер из ее спортивной сумки, но подумала, что это просто ее невнимательность. Примерно через неделю ее парень, тоже учитель, заметил, что свет в ее классе включен и пошел проверить. Он нашел одного из ее учеников, который достал пару ее туфель из ящика и обнюхивал их. Теперь, если того, что я сказал недостаточно, должен признаться, что ее ноги жутко воняли, как будто тунец под майонезом неделю тух на солнце. Все еще не понимаю такого отчаяния. В мой первый день в качестве стажера в средней школе один из моих студентов сказал своим друзьям, «Эта красотка-стажерка моя». Я как раз шла прямо за ним, когда он это сказал, и он чуть не умер от смущения, когда понял, что я его слышу. Один из моих старшеклассников сказал мне, что считает мой интеллект очень сексуальным. Когда я училась в седьмом классе, у нас была молодая и привлекательная учительница английского языка. Ей было всего 22 года, и она была потрясающая. Однажды мальчишки из моего класса заметили, что она пришла на урок в облегающей кофте без лифчика. Один парень впал в ступор и не мог отвести глаз от ее сисек. Она задавала ему вопросы, но он не реагировал, а просто тупо пялился на ее грудь. Позже, после урока, она оставила его, чтобы узнать, что случилось. Но он так и не смог дать внятного ответа, просто стоял и молчал. Закончилось все тем, что он перевелся в другую школу. Раньше я преподавал математику в средней школе в Нью-Йорке, а мой хороший друг по колледжу преподавал химию в средней школе во Флориде в течение нескольких лет. Он довольно симпатичный чувак. Мы обычно обменивались историями, но у него есть одна намного лучше, чем все мои вместе взятые. Однажды, на день Святого Валентина, после окончания уроков, он вернулся в свой кабинет естествознания и обнаружил на столе открытку. На внутренней стороне было написано «Я хочу заняться сексом с тобой прямо на этом столе». Кроме того, в карточке был небольшой пакетик кокаина. Естественно, он вынюхал все прямо на столе и ушел в отрыв. Шучу, он пошел прямо в кабинет директора и все ему рассказал. Ситуации, когда дети или подростки считают взрослых и более опытных людей привлекательными, довольно распространены и считаются нормальными. Но это может привести к плачевным последствиям, если они начинают перегибать палку. У меня был ученик-подросток, который прислал мне задания на электронную почту, как это делали все остальные. Но в какой-то момент его письма стали очень фривольными и неформальными. В итоге он прислал мне фотографию персонажа аниме, у которого был такой же цвет волос, как и у меня, в маленьком бикини. Он сказал, что ему понравился сериал, из которого она была, потому что он думал, что я очень похожа на нее. В этот момент я на корню пресекла все его попытки флиртовать со мной. В прошлом году я был учителем на замену в старшей школе. Есть одна девушка, которая мне запомнилась. Она узнала, где я буду находиться в течение дня и заходила ко мне пару раз. Однажды, проходя мимо нее в коридоре и пожелав ей доброго утра, я услышал «Боже мой, он такой хорошенький!» проигнорировал ее и продолжил свой путь. В другой раз она пришла поговорить со мной в перерыве между занятиями и я сказал ей идти на урок, пока она не опоздала. Она подошла к двери, остановилась и сказала «Кстати, мистер Шоколадка, у тебя классная задница!» и ушла. После этого я старался держаться от нее на расстоянии. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok